МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Юлия Иванова. Коротко об основных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отчет за 7 дней в администрации подвели итоги минувшей недели. В центре внимания драка на улице Митрофаново. Лучше один раз увидеть качество ремонтных работ на улице Калараш лично проверил глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Ужицкий. Предварительное голосование в Люберецком дворце культуры выбирали кандидатов для участия в декабрьских выборах в областную думу. Детям в Подмосковье безопасность на дорогах. После каникул школьникам напомнили о правилах поведения на городских улицах. Итоги минувшей недели подвели в администрацию Люберецкого района. Представители оперативных служб, руководители предприятий, ведомств рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. О главных темах встречи в материале нашего корреспондента. 610 уголовно наказуемых преступлений произошло на прошлой неделе на территории Люберецкого района, 580 из которых раскрыто. Так, 4 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в ходе драки, произошедшей у одного из домов на улице Митрофаново. 23-летнего местного жителя, отрезанной раны в область шеи. Конфликт произошел в результате распития спиртных напитков между группой приезжих рабочих и местными жителями. Один взял пистолет, другой нож. Один перерезал горло одному, второй перерезал, то есть стрелял. То есть один задержан сотрудниками полиции, сейчас пока в розыске, то есть ни на работе, ни дома его, ни у жены нету, то есть пока находится в розыске. Остальные все граждане, которые участвовали в массовой драке, задержаны. По словам Евгения Романцева, трагедии можно было бы избежать, если бы в магазине, вблизи которого возник конфликт, находилась так называемая тревожная кнопка. Глава района и города Владимир Ружицкий дал поручение обязать все круглосуточные торговые точки оснастить тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения. Если такие учреждения или такие предприятия торговли отказываются оставить камеру или камеры, тогда мы лицензии не даем и включаются совершенно другие структуры. У нас есть, скажем, все необходимое, чтобы власть употребить. 40 выездов по сигналу тревоги совершили на прошлой неделе Люберецкие пожарные, из них 7 раз в частный сектор, где произошли незначительные возгорания бытовок и кровель пристроек к жилым домам. Несколько утечек в системе горячего водоснабжения, а также перерывы в подаче электроэнергии были зафиксированы в жилищно-коммунальном хозяйстве Люберец. Это 7-й и 8-й микрорайон в выходные дни вследствие повреждения силового кабеля при процессе проведения строительных работ и в городском поселении Октябрьский тоже вышел из строя силовой кабель. Принятыми мерами в этот же день питание было восстановлено и, естественно, восстановлены все подачи коммунальных услуг. 36 обращений в управление по работе с территориями поступило от жителей города. Большая часть из них связана с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Люберчане в очередной раз поднимают вопрос несанкционированных парковок маршрутных такси и личного автотранспорта на газонах придомовых территорий. В частности, эти площадки около Дома ветеранов на улице Шоссейной и улице Мира. Глава города поручил разобраться в проблеме. Также на оперативном совещании заместителю главы города Татьяне Ивановой вручили грамоту от правительства Московской области за личный вклад в развитие институтов гражданского общества и укрепления межнационального мира и согласия в Подмосковье. Алексей Репсон, Алексей Адамов, Дмитрий Циркунов, Александр Михайлов, Люберецкое районное телевидение. На ремонтные работы на улице Колораш этим летом было выделено более 7 миллионов рублей. На эти деньги специалисты подрядной организации заменили асфальтовое покрытие проезжей частью, установили лежачий полицейский вблизи 44-й гимназии, а также вымастили плиткой тротуар и организовали газоны. Качество благоустройства лично проверил глава района и города Владимир Ружицкий. Подробнее в следующем сюжете. Новые дороги городов России в этом году в рамках проекта «Единороссов» под Москву выделено около 2 миллиардов рублей. 500 миллионов из них на восстановление дорог, остальные на ремонт внутриквартальных дворовых проездов. По инициативе партии «Единая Россия», лидера партии Владимира Владимировича Путина и губернатора Московской области Борисовича Громова нам удалось войти в программу «Дороги России». Сегодня мы ведем ремонт дорог в Любрицах, где участвуют деньги и муниципальные, и субъектовые, то есть областные, и федеральные. На улице Колораж работы велись на протяжении всего августа. За это время подрядная организация восстановила асфальтовое покрытие проезжей части, нанесла новую разметку и установила дорожные знаки. Вблизи 44-й гимназии появились лежачие полицейские. Тут, по-моему, один пешеход был вон там. Вот здесь тоже сделано пешеход. Это очень хорошо. Прямо ко входу школы. Лежащие полицейские тоже очень полезно. Тротуар на улице Колораж вымощен плиткой. По словам специалистов, в будущем это облегчит проведение ремонта. Бордюрный камень установлен вровень с тротуаром, чтобы в период дождей не образовывались лужи. Газоны засеяны травой. Работы проводили с помощью современной техники, которая есть на вооружении подрядной организации. Пригодно в межсезонье квалификацию работников повышаем, чтобы можно было не отставать от передовых технологий, тем самым повышаем качество своих работ. Подрядная организация, которая проводила ремонт на улице Колораж, работает в разных городах Подмосковья. В 2008 году в Люберцах она восстанавливала внутридворовые территории. В этот раз представители администрации лично проинспектировали качество благоустройства, высказали ряд замечаний, но при этом отметили, что работы проведены в установленные сроки. Для нас более важно, чтобы в городе была чистота, порядок, дороги были бы дорогами, тротуары-то тротуарами, не было бы лужи, это очень важно, ну, чтобы было по городу приятно гулять и встретить, если приезжают гости, то гордиться своим городом. Юлия Иванова, Марина Архипова, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. 4 декабря состоится выбор депутатов в Государственную Московскую областную думы. За несколько месяцев до этого события Единая Россия приступила к проведению предварительного голосования, в котором участвуют сами единороссы, представители Народного фронта и общественных организаций. Отобранные таким образом граждане смогут войти в партийный список кандидатов от Единой России. Затем, как в Люберецком ДК проходил праймерис, наблюдала наша съемочная группа. Праймерис в преддверии выборов Единая Россия проводит с целью отбора кандидатов в депутаты Московской областной думы. В бюллетене для тайного голосования не только фамилии единороссов, но и беспартийных граждан, в том числе представителей Народного фронта. Партия Единая Россия в целом это партия центристов. И она вокруг себя собирает людей, которые близки идее центра. Это эволюционное поступательное развитие государства, всех атрибутов власти, всех атрибутов государственной власти. Партия Единая Россия, она предложила тем, кому небезразлична судьба России, поддержать именно вот эти идеи. Для этого создан Народный фронт. В числе кандидатов, участвующих в предварительном голосовании, люди разных профессий. Они не понаслышке знают о проблемах района. Бороться за место в партийном списке в Люберецкий дом культуры прибыли действующие депутаты Мособлдумы, педагоги, офицеры, лидеры молодежных объединений, представители творческой интеллигенции. Это весь спектр желающих людей, которые сегодня могут в этой процедуре участвовать. А самое главное, она проходит открыто с участием 400 выборщиков, которые могут задать вопрос, услышать программу кандидата и сделать осознанный выбор. В ходе встречи потенциальные кандидаты в депутаты представили свои предложения по развитию региона. Звучали идеи по строительству малоэтажного жилья для многодетных семей, улучшению жизни людей с ограниченными физическими возможностями, а также по борьбе с наркоманией, совершенствованию законодательной базы, внедрению инноваций в разные сферы жизни, пропаганде здорового образа жизни. В Люберцах я болею за команду «Триумф» и являюсь там почетным президентом этой команды, поэтому я здесь постоянно, так сказать, не в гостях, а вообще дома. Мне очень хочется, чтобы ребята, которые сегодня подрастают, чтобы они все-таки выросли достойными гражданами нашего Отечества. Действующий депутат областной думы Михаил Воронцов рассказал о программах «Единой России». Так, на реализацию проекта «Детские сады детям» в будущем году будет выделено более 3 миллиардов рублей. В 2013-м еще 8 миллиардов. Внушительные суммы запланированы на воплощение в жизнь проекта «Модернизация здравоохранения». Средства, которые заложены в программу и защищены протоколом, они беспрецедентны, и поэтому я думаю, что программа, я, кстати, являюсь членом управления Фонда обязательного медицинского страхования, это один из основных игроков, скажем, в программе «Модернизация», и наша задача сделать возможным максимально, скажем так, качественное и существенное изменение материально-технической базы и строительство новых объектов. На праймерис были приглашены 400 выборщиков. Их задача в ходе тайного голосования – определить, кто из претендентов достоин войти в список от «Единой России», чтобы уже 4 декабря принять участие в выборах депутатов в Московскую областную думу. Марина Архипова, Лилия Хайрулина, Александр Карев, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Ну а мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Диск с видеоматериалом Вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефонам 8-498-642-19-50 и 8-498-642-19-52. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Драматические события в России Страшные испытания в эпоху самодержавия Трагические годы советской власти Как творили историю и превращали ее в мифы Как обманывали и истязали русский народ Каждый день с понедельника по пятницу в 21.00 На Люберецком районном телевидении Смотрите документальный сериал «История России. 20-й век» В островецком стану за дьяком Иваном Кирилловым Сыном Грязева полдеревни Назаровой Либерец и Тош на речке на Либерке Это первое упоминание о Люберцах в официальных документах Относится к 1623 году Эту дату принято считать датой основания села Но на самом деле все началось гораздо раньше Дьяк Грязев Братья Милославские Князь Прозоровский Александр Меньшиков Петр Третий Знаменитые имена, исторические фигуры В разные времена хозяева земли Люберецкой Люберцы Тайна названия Исчезновение реки Люберки Уничтожение церкви, преображение Господня И находки с церковного кладбища Тайны и белые пятна истории Люберецкого края Раскрывает Юлия Шпиль Смотрите на Люберецком районном телевидении Новый исторический цикл передач Неизвестные Люберцы В эфире новости и мы продолжаем Единый день детской дорожной безопасности Прошел во всех городах Московской области Главная задача акции Помочь подрастающему поколению Как можно быстрее восстановить Под забытой за лето навыки поведения На городских улицах А также способствовать адаптации подростков К транспортной ситуации в местах Их проживания и учебы На открытом уроке под названием Детям под Москвой Безопасность на дорогах Побывала наша съемочная группа Улица Новая, город Железнодорожный В гимназии номер один отменены все занятия Юные инспекторы дорожного движения Продемонстрировали ученикам младших классов И воспитанникам детских садов Театральный спектакль на тему Как вести себя на дороге Вдоль проезжей части Выстроились юные жители города Встречая криками ура Проезжающие мимо автомобили Плакаты в руках еще раз напоминают взрослым Что именно они несут ответственность За безопасность детей Родители и просто окружающие люди Видя вот такое большое действие на улицах Задумаются Вот я все сделала для того Чтобы обезопасить детей в первую очередь И сохранить их жизнь Акция детям Подмосковья Безопасность на дорогах проходит несколько раз в год И как свидетельствует статистика Уже дает положительные результаты В Московской области отмечается снижение Детского дорожно-транспортного травматизма Ежегодно уже несколько лет наподряд Имеем снижение количества раненых и погибших детей В качестве пешехода А это здорово Во время проведения акции Госавтоинспекторы особое внимание обращают на пешеходные переходы Следят за тем, как водители соблюдают правила перевозки Несовершеннолетних пассажиров Нарушители выявляют и среди детей Которые зачастую переходят улицу в неположенном месте Катаются на велосипедах на проезжей части С большим потоком машин Ездят на скутерах без шлемов Через несколько лет Эти маленькие участники дорожного движения Будут водителями Водители мотоскутеров Через несколько лет это водители мотоциклов Через несколько лет это водители автомобилей Поэтому какое образование, какую правовую культуру мы заложим сейчас Тая культура будет у нас через несколько лет на наших дорогах Накануне нового учебного года Автоинспекторы Подмосковья провели серию профилактических мероприятий Проверяли качество подъездных дорог к школам и детским садам Обустройство транспортных площадок Состояние школьного транспорта В перспективе в каждом образовательном учреждении Будет введен обязательный предмет Правила безопасного движения Все эти меры, по мнению организаторов В значительной степени позволят сократить количество ДТП На территории Московской области С участием несовершеннолетних Алексей Репсон, Алексей Адамов Александр Михайлов Люберецкое районное телевидение Знанием правил дорожного движения По пешеходной неграмотности Необычный урок прошел и в Люберецком автогородке Сотрудники ГИБДД района И представители местной администрации Напомнили школьникам о безопасном поведении на дорогах Рассказывает Ирина Миргородская Как правильно переходить дорогу Что означает сигналы светофора Чем опасно превышение скорости На эти и другие вопросы отвечали школьники Сейчас, когда ребята вернулись с отдыха И расслабились, подобное мероприятие Очень актуально, считает руководитель администрации Люберецкого района Ирина Назарьева Мы проводим сегодня вот такое мероприятие Посвященное безопасности на дорогах Безопасности наших детей Чтобы защитить тем самым наших детей От тех травм, которые возникают При возникновении аварии на дорогах Будь участником дорожного движения Значит брать ответственность за себя и тех, кто рядом Об этом говорил заместитель начальника ОГИБДД По Люберецкому району Александр Лобойко И привел статистику С начала года от травм на дорогах Пострадали 20 школьников Если бы они соблюдали правила Этих печальных происшествий могло бы не быть Сегодняшний день предназначен для того Чтобы, возвращаясь в школы Начиная свой учебный год Чтобы вы вспомнили Что дорога не несет в себе Каких-либо мягких моментов Дорога это то жесткое На чего после падения Можно оказаться в больнице Особое внимание представители ГИБДД Обратили на опасность Которую создают на дорогах скутеры Юные водители мототранспортных средств Рассчитанных на передвижение Со скоростью 40 км в час Зачастую превышают ее до 130 А это для любителей быстрой езды Может закончиться трагедией Некоторые специалисты Я думаю, что даже и здесь присутствующие Эту штуку смогли разогнать до 100 До 120 Вот с этого моста Я был свидетелем, что 130 разгоняли Но вы поймите, что у этой штуки нет тормозов Чтобы остановиться со 130 Свою лепту в пропаганду безопасного поведения На дорогах внесли юные помощники Инспекторов движения Люберецких школ Они рассказали своим сверстникам На какой сигнал светофора нужно переходить улицу И какие опасности поджидают на зебре В нашей школе создан отряд юных инспекторов движения Наш девиз о безопасности на дороге Соблюдает каждый лично Мы поможем всем ребятам ПДД знать на отлично В завершении мероприятия Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого района Сергей Долгов Вручил грамоты и призы победителям конкурса На лучший рисунок на тему безопасности дорожного движения Ирина Мергородская, Дмитрий Циркунов Люберецкое районное телевидение И к новостям спорта На стадионе Торпеда прошла полуфинальная ответная игра Кубка КФК Люберецкой команде противостоял футбольный клуб Коломна Первой встречей люберчане уступили На выезде с минимальным счетом 0-1 Сразу же на поле завязалась упорная и бескомпромиссная борьба Моменты, которые создавали у чужих ворот соперники В первом тайме так и не были реализованы Задача была минимум отыграть один мяч Выиграть первую задачу, выиграть сегодня Вторая задача выйти в финал Ребята были настроены на эту игру Самодача была запредельная Я думаю, ребята все-таки перегорели В начале второго тайма гости удачно разыграли штрафной удар И повели в счете Для выхода в финал люберчанам было необходимо Трижды поражать ворота соперников Остаток матча они провели на чужой половине поля Создали несколько хороших моментов Но успеха так и не добились Коломна напротив села в оборону И играла только на контратаках Наша команда отборолась Опять же за имидж За то, чтобы выйти в финал Но не хватило нам Не хватило, наверное, может быть мастерства Может быть еще каких-то моментов Общий счет по итогам двух матчей 2-0 в пользу Коломны Но несмотря на это Люберчане могут занести этот розыгрыш Кубка себе в актив В полуфинальные игры добавят опыта команде Тем более, что ФК Люберцы продолжают борьбу в чемпионате На этом у меня все Через минуту на нашем канале программа Открытый диалог Гость студии, заместитель председателя Московской областной думы Михаил Воронцов Далее встречайте рубрику мастер-класса Затем детскую телепередачу веселой пташки Обращаем ваше внимание на то, что 8 сентября в 20.00 На нашем канале состоится прямой эфир С главой Люберецкого района и города Люберца Владимиром Ружицким Свои вопросы вы можете задавать по телефонам редакции 8 498 642 19 50 И 8 498 642 19 52 В студии была Юлия Иванова Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин